Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал с торговыми идеями, где очень много контента, также помогающего принимать вам торговые решения. Сегодня традиционно для понедельника мы проведем очередной вебинар, который будет посвящен самым актуальным событиям прошлой недели. Но основной акцент, друзья, я сделаю на ту тему, которая интересна вам. То есть я предлагаю вам поучаствовать в формировании контента для моего сегодняшнего выступления. В течение дня в телеграм-канале пройдет голосование, где вам предложат несколько тем самых интересных. Вы выберете ту, на которой стоит остановиться подробнее. И именно ей я и уделю сегодня больше внимания. Традиционная встреча в 16.00 по московскому времени. Друзья, кстати говоря, за это время проголосовали именно вы, потому что также нам был очень важен фидбэк, когда же вам удобнее все-таки принять участие, непосредственно участие в том обсуждении, которое проводится. Ну что ж, с лирическим отступлением покончено. Давайте к финансовым рынкам, которые сейчас радуют нас волатильностью. Это хорошо, друзья, то, что на площадках есть мощные движения. Это хорошо то, что на финансовых рынках есть очень хороший фундаментальный повод, события, к которому мы готовимся и которые ждем. На этой неделе это заседание американского регулятора, двухдневное классическое. Начинается во вторник, в среду подводит итоги. Переоценить его сейчас невозможно. Это не обычное, не традиционное и не то заседание ФРС, к которому мы привыкли. Это событие, которое реально может стать судьбоносным для американского доллара, потому что в этот раз, впервые за долгое время, у нас будет возможность с вами послушать председателя ФРС Джерома Паула, который будет использовать все вводные, которые мы с вами накопили за последние недели. Это отчет Non-Farm Fairness по состоянию американского рынка труда, ну и, конечно же, данные по инфляции. Чтобы вы понимали, именно рынок труда и инфляция – это два основных столпана, которым формируется решение американского регулятора относительно будущей монетарной политики. У ФРС есть цели, которых он старается достичь, и мы прекрасно понимаем, что сейчас в отношении инфляции, может быть, мы имеем право сказать, что какое-то подобие целевых ожиданий уже реализовано, хотя с этим реально можно поспорить, ведь как таковой цели у ФРС нету, поскольку американский регулятор проводит сейчас политику инфляционного таргетирования. Но если мы вспомним, каких раньше целевых ожиданий придерживался ФРС, например, до 2019 года, то да, это 2%. Сейчас существенно выше, но и текущий рост инфляции – это не совсем органическое восстановление, которое позволило бы нам говорить о чистой инфляции в рамках американской экономики. Я на прошлой неделе очень много рассказывал вам о временности природы текущего роста инфляции и заходил со всех сторон. Мне очень хочется верить в то, что я эту тему раскрыл, друзья. И, кстати, сегодня, если вам будет интересно, вы дадите обратную связь через голосование в чате. Если будет необходимо, я снова обращу внимание, уделю внимание достаточно, чтобы объяснить вам, что такое временная природа инфляции, что такое отклик индекса потребительских цен на рост зарплат, на реализацию отложенного потребительского спроса, на проблемы со снабжением и логистикой. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, что текущий рост инфляции, который фиксируется в США, он действительно является временным. То есть это ключевое слово, на котором настаивают представители, голосующие члены американского регулятора, да и в целом сам ФРС. А вот что касается рынка труда, к этому сектору еще очень много вопросов, потому что мы знаем, что сейчас без работы в США 7,6 миллиона человек, друзья. И тоже, когда вышел Non-Farm Perils две недели назад, я вам рассказывал, что даже при сохранении таких хороших темпов, динамичном создании новых рабочих мест на 500-600 тысяч каждый месяц для того, чтобы решить проблему с занятостью и создать столько рабочих мест, сколько было до начала ковида, пандемии, понадобится от 12 до 16 месяцев. Это простая математика. Я снова делаю акцент на цифры, чтобы вы понимали. ФРС, который даст пресс-конференцию на этой неделе, безусловно, обо всем этом будет говорить. Но заранее я уже хочу, чтобы вы имели четкое представление о том, что мы можем услышать и как это можно использовать. В целом, в отношении доллара уже давно нужно было бы принять для себя позицию, либо вы его покупаете, либо продаете. Если вы не согласны с моей точкой зрения, вы должны доллар покупать, но вы должны уметь объяснить это решение, которое вы принимаете. Для меня очень хорошим индикатором того, что инфляция – это не угроза, это не то самое, что может изменить политику ФРС от стимулирующих к жесткой, является ситуация на фондовом рынке. Посмотрите на американский фондовый рынок, посмотрите на европейский фондовый рынок. Ранее я давал вам рекомендации, почему эти секции нужно покупать. И, в частности, даже на европейский рынок нужно обратить больше внимания. Евростокс в пятницу показал мощнейшую восходящую динамику и достиг 4138 пунктов. Это, конечно же, новый исторический максимум. И это еще ближе к той цели, которую я поставил. А когда я ставил цель, до этого рубежа 4500, кстати, было, друзья, гораздо больше 15%. И сейчас мы приближаемся к нему. Я очень надеюсь, что вы вместе со мной в этих длинных позициях и верите, что Европа из-за все-таки несколько более позднего восстановления, чем мы ожидали, но в конце концов после ковида станет новым финансовым центром и отправит национальный фондовый рынок за счет притока большого количества денег институционалов к тем уровням, которые я назвал. Но даже американский фондовый рынок, он тоже не разочаровывает. S&P 500 – 4250 пунктов. Это также новый исторический максимум. И здесь до цели 4300 пунктов. Остается всего лишь 50 пунктов. Совсем чуть-чуть, но все-таки за этот профит тоже можно побороться, если вы ранее еще не открывали длинные оппозиции. Американский фондовый рынок растет. Доходности американских облигаций, 10-летней трежери, с которой на фоне роста инфляции, друзья, если бы все было бы нормально, если бы инфляция стала бы угрозой и вызовом для американского регулятора, 10-летки, на мой взгляд, должны были бы уже котироваться в районе 1,7-1,8%. Но они фактически лежат на дне сейчас – 1,46%. И если мы закроем глаза на символичный небольшой прирост, который наблюдается в последние дни с пятницы в рамках текущей торговой сессии, то можно сказать, что 10-летки вообще не отреагировали на последние изменения настроений, если они были после выхода данных по инфляции. И, соответственно, тот рост доллара, который мы наблюдаем, если он не опирается на здравую динамику фонды обратно, если он игнорирует то, что происходит на рынке государственного долга, это значит то, что рост индекса доллара – это следствие может быть незначительной смены настроений и фиксации тех сделок, которые открывались ранее. Почему? Да потому что все боятся, что рынок может оказаться очень каверсным и крайне волатильным именно в момент заседания Федрезерва. Многие просто не хотят рисковать, переждать эту бурю и уже где-то к концу этой недели вернуться к трейдингу. В любом случае, мою позицию, то, что происходит за последние дни, ничуть не изменило. Друзья, я по-прежнему склонен полагать, что доллар все-таки пробьет этот уровень 90 пунктов. Мы десятки раз уже к нему приближались с декабря прошлого года, но никак пока не удается закрепиться ниже. Рано или поздно, друзья, это произойдет. И в связи с этим я рассчитываю на то, что индекс доллара и американская валюта очень сильно просядет. Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America разделяют точно такую же позицию. Нефть 7306. Здесь причин для роста очень много. Доклады администрации аналитической информации, доклады ОПЕК и Международного аналитического агентства. То, что спрос восстановится. И более того, могу сказать, что эксперты администрации аналитической информации, они фактически дали рекомендацию, что ОПЕК должен увеличить уже объем нефтедобычи, потому что спрос будет значительным, и этот спрос нужно будет удовлетворить. Экономическая активность восстанавливается. И конец этого года, начало 2022-го, это возвращение к тем 100%, уже возвращение к тем показателям спроса и потребления, которые мы видели в 2019 году. Очень много вопросов было к последнему отчету администрации аналитической информации, когда вы помните, на прошлой неделе запасы нефти снизились, это позитивный фактор, но запасы бензина выросли. Я хочу сказать то, что рост запасов бензина, это не то, на что сейчас стоит обращать внимание. И это не доказательство того, что спроса на топливо в США просил. Нет, друзья. Это статистика, которая фактически искажена последним инцидентом с нефтепроводом колонии Пепелин. Мы обсуждали его много недель назад. Из-за того, что он фактически, его работа была приостановлена, и топливо не поставлялось на восточное побережье, мы наблюдали ажиотажный спрос на него как раз месяц назад. То есть поставьте себя на место американских потребителей. Если вы знаете, что завтра, в принципе, бензина на заправку уже может и не быть, неужели вы сегодня не купите лишнюю канистру? Поэтому месяц назад действительно был ажиотажный спрос. Фактически все, кто хотел запастись топливом, они это уже сделали. И сейчас это отголоски того, что спрос не настолько высок, как мог бы быть. Но это не значит то, что топливо не потребляют. Это значит то, что есть запасы, которые сейчас используются. Нормальной статистикой, я думаю, что мы будем оперировать с вами буквально уже через неделю-две. И все равно там будет снижение спроса к нефти и, соответственно, снижение, точнее, снижение запасов и топлива тоже. Поэтому нефть сохраняет потенциал для дальнейшего восстановления, но я пока что новые позиции открывать не тороплюсь. Все-таки, как и ранее, рассчитываю на более глубокую коррекцию. Дальше по активам. Евро против доллара 1.21, фунт 1.41. Фактически это уровни двухнедельной давности. Ждем, когда же оклемается наша короткая позиция по доллару. Бакс начнут распродавать. И это положительным образом повлияет на динамику рисковых инструментов. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошая вам торговая неделя. Буду держать вас в курсе. Очень много контента еще впереди. Всем пока.